Мок на спине, мы ногу с противоположной стороны поднимаем повыше, прихватываем атакуемую руку чуть выше локтя и ставим ногу на стопу, кладем своего соперника на бок и оказываем максимальное давление в эту сторону. Прихватываем соперника, два варианта атаки делаем. Сначала кимура, потом качак локтя. Прихватываем соперника чуть выше локтя, чуть ниже локтя, вот этим вариантом. И тянем на себя. Как только он открыл, испытывай дискомфорт. Руку, которая ниже локтя, я убираю на запястье. Рука, которая выше локтя, закрываю кимуру, сгибая ее в ручку. Ее не нужно выпрямлять, я ее сгибаю и тяну отсюда, заканчиваю кимуру. Если соперник не открывает, все равно давление максимальное, я соперника своего кладу на бок, начинаю тянуть, не открывая. Тогда что мы делаем? Ставим руку, ладошка кверху, ему на шею. Теперь ухожу на свободную руку в упор и подхватываю свою же ногу снизу. Вот этот блок, он не позволит сопернику накрыть меня. Я блокирую его и буду сейчас смещать таз. Таз смещаю и кладу ногу сверху. Бедра зажимаю. Здесь закрываю локоть к себе, к ребру, ладонь к ладонь и потихонечку назад. То есть основная задача здесь это провернуть таз под руку сперника. Еще раз. Раз. Не открывает. Ставлю блок, ухожу в упор и начинаю проворачивать таз. Раз. Два. Закрываю. Три. Восемь. Все. В маунт сели. Соперник держит плотно. Я тоже плотно прижался. Ногу с противоположной стороны от атаки я поднимаю повыше. Прихватываю соперника за локоть. Ставлю ногу в упор и оказываю давление. Давлю ему на ключицу, кладу соперника на бок. Отсюда прихватываю его чуть ниже локтя, чуть выше локтя, начинаю тянуть. Если соперник не открывает, обычно бывает, что он открывает, я прихватываю сразу же кимуру и работаю на кимуру. Если он не открывает, плотно держит очень хорошо, тогда я ставлю предплечье ему в шею, упираюсь на руку, прихватываю сам себя заново, забрасываю ее и расхручиваю спокойненько таз под него, закрываю локтем к себе, к ребрам, прижимаю его руку, прихватываю ладони, ладони и работаю отсюда. Давай, поехали.